Привет! Это Алексей Емельичев и это третья лекция из цикла о таможенных режимах Европейского Союза. Перед тем, как начать лекцию сегодня, я хотел бы сделать два совсем маленьких объявления. Объявление первое. Друзья, я конечно понимаю ваше желание найти ответы на все ваши вопросы по логистике. Я также понимаю ваше желание найти решение всех ваших проблем по логистике, но и поймите меня правильно, 150 имейлов в день и 50 звонков в день с вопросами и с просьбой проконсультировать, это для меня слишком много. Поэтому есть две альтернативы. Альтернатива первая. Если вы являетесь своим клиентом или клиентом Фрэнс Логистикс, то любая консультация, любые вопросы, любые ответы для вас бесплатны в течение суток, в течение семи дней в неделю. Звоните, пишите, я вам обязательно отвечу. Абсолютно бесплатно. Если же альтернатива 2. Вы не являетесь клиентом нашей компании, не являетесь моим клиентом, то все консультации, все ответы на ваши вопросы могут быть предоставлены вам на взаимовыгодной основе. Второе маленькое объявление. Лекции у нас, которые вы сейчас смотрите, абсолютно бесплатны. Но, если вы хотите сделать пожертвование, пожалуйста, напишите мне. Я вам укажу номер счета, куда можно сделать пожертвование. Второй момент. Если вам необходимо разместить рекламу в этих лекциях, добро пожаловать. Мы готовы в течение 30-60 секунд рассказать о вашем бизнесе, разместить на экране ваш логотип и интернет-адрес и имейл для обратной связи. Стоит эта услуга всего 500 евро. Ну, а теперь переходим к нашей лекции о таможенных режимах в Европейском Союзе. Возвращаясь к экспортной декларации, давайте рассмотрим вариант, когда у вас есть продавец в Европейском Союзе, у вас есть продавец в Европейском Союзе и у вас есть склад, на котором лежит товар от этого экспортера. То есть экспортер вам доставил на склад некий груз, но экспортный документ, экспортная декларация на этот груз не оформлена. Значит, в этой ситуации, как говорил я вам в прошлом, в прошлой недвижимость на оформление экспортной декларации и экспортный инвойс. Ну, даже это не к вам выслать, а вашему агенту таможенному, который занимается таможенными вопросами для вас в Европейском Союзе. Это агент. Бывают такие ситуации, когда вы обращаетесь к экспортеру, особенно когда этот экспортер находится в Англии, вот, и экспортер вас, в общем-то, тихонечко посылает. Говорит, что делать он ничего не будет, ничего не хочет. У вас есть один неофициальный путь, это включить фотошоп. Дело в том, что ни агент, ни таможня, ни склад не будет проверять подлинность заявления и не будет проверять подлинность инвойса экспортного. Второй случай, который я вам хочу рассказать, это случай, когда груз, который лежит у вас на складе, в принципе, не может быть экспортным. То есть, в принципе, нет компании, которая может оформить на него экспортную декларацию. В каких случаях это бывает? Первый вариант. Вы получаете маленькую посылочку, маленькую посылочку, допустим, из Китая, дечелем, УПСом, ТНТ. Значит, китайский отправитель ставит в посылки, что для таможенных целей. Стоимость этой посылки, например, 70 евро или 70 долларов. Если стоимость посылки менее, по-моему, 100 или 200 евро, таможенное оформление в аэропорту не производится. То есть, ваш курьер, ТНТ, УПС, ДЧЛ не будет оформлять транзитную декларацию таможенную для доставки груза к вам на склад. Он привезет вам эту посылку на склад без всяких документов. И склад ее примет как товар европейского происхождения, как товар, который не имеет никаких экспортных документов и не является товаром под каким-либо таможенным режимом. Второй вариант. Вы купили подержанную яхту, например, в Котке. Вы купили яхту, и владелец яхты не претендует ни на какое возмещение НДС. Потому что для бэушных вещей НДС в принципе не существует. Таких случаев на самом деле много. Все перечислять их не буду. Но если нет компании, которая претендует на возмещение НДС, нет экспортной декларации, а для того, чтобы поставить товар под режим Тиркорнета, вам экспортная декларация надо, то в этой ситуации экспортную декларацию можно получить следующим способом. Мы оформляем экспортный инвойс от вашей компании. Это может быть офшорная компания, это может быть российская компания, это может быть в принципе компания, которая вообще не существует. То есть вы отсылаете вашему агенту экспортный инвойс, в котором продавец и получатель является ваша компания, а также доверенность или заявление на оформление экспортной декларации. Соответственно, ваш агент на основании этого инвойса и на основании доверенности письма от вашей компании производит экспортную декларацию, в которой отправителем является агент. А экспортным инвойсом является инвойс от вас на вас. Итак, короткий промежуточный итог. Значит, первый вариант. У вас есть экспортер, есть груз, но нет экспортной декларации. На основании доверенности заявлений и на основании экспортного инвойса ваш агент выпускает экспортную декларацию. Второй вариант. У вас есть европейский груз, но нет экспортера как такового и возмещать НДС некому. Соответственно, в качестве продавца и в качестве покупателя выступает ваша компания, а отправителем является ваш агент. Теперь продолжим развивать эту схему. Продолжим развивать эту схему. И вспомним, что если отправитель и получатель находятся в разных странах Европейского Союза, если оба они зарегистрированы как участники внешнеэкономической деятельности, имеют ИНН или НДС номер, то сделка между ними проводится без НДС. То есть, продавец продает, а покупатель покупает товар с нулевым НДС. Делается это в расчете на то, что покупатель этого товара будет платить НДС по месту своей регистрации. То есть, в данной ситуации в Финляндии. Немецкая компания продает товар финской компании НДС равен нулю. Далее, финская компания заявляет этот товар на экспорт для таможни. При этом НДС тоже равен нулю. Допустим, что с товара деньги вы переводите напрямую немецкой компании. Еще раз, немецкая компания по документам продает товар финской компании. НДС равен нулю, так как сделка между странами, входящими в состав Европейского Союза. Финская компания продает в Россию этот товар и оформляет для таможни экспортную декларацию НДС также равен нулю. Таким образом, стоимость этой операции равна стоимости экспортной декларации для финской компании. Потому что деньги вы отправляете немецкой. Таким образом, эта компания может сделать экспортную декларацию фактически на любую стоимость. Когда немецкая компания продает за 100% стоимости груза финской компании, а финская компания продает в Россию при стоимости груза 50% от реальной стоимости груза. Соответственно, экспортная декларация будет оформляться на половину стоимости груза. То есть у вас в экспортной декларации и в экспортном инвойсе от финской фирмы будет стоять стоимость, допустим, 50% от реальной. Можно сделать и 30%. Как это проводится в бухгалтерии, я вам рассказывать не буду. Это отдельная лекция, может быть даже не одна. Но смысл схемы, я надеюсь, вам понятен. Четвертый вариант работы с экспортной декларацией еще более сложный. Если финская компания, вы не смогли найти финскую компанию, которая готова работать в этой связке. Тогда нам, тогда нам надо вставлять сюда некую дополнительную прокладку. Некую дополнительную прокладку, которая является офшорной компанией. То есть немцы продают финам НДС равен нулю по 100%. Финны продают за 100% офшорной компании. На основании того, что офшорная компания владеет товаром на территории Европейского Союза, мы возвращаемся к схеме номер 2. Офшорная компания пишет заявление на имя агента. В качестве экспортного инвойса уступает инвойс от офшорной компании на российскую компанию. В качестве отправителя товара с территории Европейского Союза служит агент. Есть еще несколько схем работы с экспортными декларациями, но, к сожалению, формат данной лекции не предполагает такого углубленного рассмотрения этого вопроса. Все остальное в рамках частной консультации. Теперь поговорим о транзите, о таможенной транзитной декларации, ТЭШКЕ, или ее еще называют в Финляндии «Северный паспорт». Что такое транзитная декларация? Транзитная декларация – это, грубо говоря, гарантия от некой фирмы, которая имеет право выдавать эту гарантию на доставку груза от точки А в точку Б. Если фирма собирается работать в качестве фирмы, имеющей право выпускать транзитную декларацию, она должна внести на таможню некий депозит и получить лицензию на выпуск гарантийных обязательств на некую сумму. Обычно в лицензии указывается максимальная сумма, которая покрывается, сумма пошлин, которая покрывается данной лицензией, то есть компания может выпустить транзитных деклараций на груз, таможенные пошлины на которые не превышают некую сумму. Второе. Таможенная транзитная декларация имеет ограничение по времени. Если экспортная декларация фактически по времени ничем не ограничена, то транзитная декларация ограничена по времени. С момента выпуска до момента закрытия должно проходить какое-то определенное время, не более чем какое-то определенное время. Если экспортный груз вы можете перевозить в любом транспортном средстве, хранить на любом складе, в том числе у себя дома, то транзитный груз можно перевозить только под таможенной пломбой, только под таможенным режимом транзита и хранить только на таможенном складе, под таможенным режимом таможенного склада. Насколько я помню, это режим 71. И последнее, что я хотел сказать, это о таможенном режиме импорт. Таможенный режим импорт очень прост. Когда вы ввозите груз на территорию Европейского Союза и придаете грузу статус для свободного обращения, вы обязаны оформить импортную декларацию ИМ и заплатить таможенные пошлины и НДС. Таможню стоимость импортируемого груза практически не интересует, если речь идет о импорте на компанию, если речь не идет о импорте на частное лицо. Налог с прибыли намного выше, чем таможенная пошлина при ввозе этого товара. Ну а НДС вы заплатите по-любому. Это, наверное, все, что я хотел рассказать о таможенных режимах в Европейском Союзе. Понятно, что эта лекция не может претендовать на детальное исследование, но такой цели не ставилась, ставилась цель дать вам некие инструменты, некое общее понимание ситуации и ответить на, ну хотя бы на 70% ваших вопросов. Но не прощаюсь, до встречи, до очень скорой встречи. Пока, мои мальчики и девочки.